Доброго времени суток! Приветствую вас на канале Дистилье! Сегодня я покажу вам распаковку нового самогонного аппарата Люкстайл 7 и сразу же проведем с вами разведку боем. Приготовим на нем фруктовый дистиллян. Ну что, сейчас будем с вами распаковывать, чтобы ваше время не занимать, уже распакую и тогда покажу что там, какие коробочки и что там внутри. Содержимое нашей коробки. Сверху была такая коробочка, в которой опять же коробочки, руководство к эксплуатации и 100 рецептов алкогольных напитков мира. Сейчас давайте посмотрим более детально на кастрюлю, какие изменения претерпел наш куб. И первое изменение, которое нас ожидало, значит, это кран. Новый кран, кран на три четверти. Сливать будет гораздо проще и удобно. Кран этот установлен на двухдюймовом клампе. То есть у нас теперь на нашем кубе с двух сторон два двухдюймовых лампа. То есть можно при желании устанавливать два тына. Следующее изменение это форт под термометр. Как видите, он теперь с уплотнением. Вот таким образом можно отпустить. Установили термометр и притянули зажаль. Гораздо все стало удобнее. Теперь не будет у нас термометр прокручиваться, никаких проблем не будет. Крышка у нас не потерпела изменений, не претерпела никаких. То есть крышка осталась такая же, значит, выпуклая. Вот все с крышкой без изменений. Хомут также остался без изменений. Хомут у нас разъемный. Видите, здесь в этом части вот он открывается. Это очень удобно. Особенно это удобно, когда уже установлен оборудование. Мы можем устанавливать хомут, спокойно разъединили, собрали. То есть вообще никаких проблем нет. Также он регулируется, наш хомут, по диаметру. Если даже прослабло у нас крепление какие-то у хомута, то мы можем всегда подтянуть и защелкнуть под наш размер. Щелевое сито претерпело изменения следующие. Увеличилось количество отверстий в прорези. То есть фильтровать будет гораздо удобнее и легче и быстрее. С кубом, в принципе, это все изменения, как я и говорил. Два теперь у нас двухдюймовых клампа установлена, в которой можно устанавливать тыны. Все остальное осталось без изменений. Вот таким образом у нас устанавливается теперь термометр. Видите, сидит очень плотно, никуда не шевелится. Ничего, если притянуть, то он вообще полностью застопорится и будет все у нас отлично. То есть все пожелания, которые были от пользователей, видите, все учтено. Теперь давайте посмотрим, что же у нас в коробках. А вот этот аппарат, насколько я понимаю, претерпел прямо глобальные изменения. Давайте же посмотрим, какие. У нас, смотрите, шланг в большом объеме используется теперь силиконовый. То есть я, насколько я понимаю, не только на отвод спирта, но и на подвод воды вот тут тоже будет использоваться силиконовый шланг. То есть это именно силиконовый шланг, это не полихлор-венил. Следующее изменение. Царга теперь, посмотрите, идет у нас с портом под термометр. Порт под термометр вваренный. Очень все четко сделано. Все вот таким образом. Вот здесь, смотрите, установлена перегородочка. Это для того, чтобы при установке пыжа у нас не высыпалась насадка, не вываливалась. Все, еще раз показываю. Порт, видите, вваренный. То есть это нержавейка, все-все качественно сделано, все отлично работает. Следующее изменение. У нас появилась вот такая вторая царга на 50 сантиметров. Опа! Это стеклянная царга. Стеклянная царга с толстым стеклом, жаропрочным, которая выдерживает даже такие нагрузки, даже падение на кафель с высоты до метра. Потому что всю нагрузку держат вот эти вот шпильки из нержавейки. Стекло, как видите, со всех сторон закрыто этими шпильками. И вся нагрузка именно на шпильках. Так, что следующее. Открываем следующую коробочку. Открываю вместе с вами, еще сам не видел, сам интересно все. А в следующей коробке у нас узел отбора. Вот такой вот у нас узел отбора с диоптером. Посмотрите, какая красота. Я такого еще не видел ни у кого. Стеклянный обзорный диоптер. Интересно. Вот таким образом, я так понимаю, собирается. Давайте уже чуть позже, как собираться. Сейчас вместе будем собирать, с вами устанавливать. Сейчас пока просто смотрим, что у нас. Также в этой коробочке термометр и кламп вместе с прокладочкой. Ну что, продолжаем дальше смотреть новшество. Следующая коробка. Так, у нас здесь клампы. Раз, два, три, четыре, четыре, пять, шесть. Шесть клампов. Так, и он седьмой кламп. Семь клампов у нас идет. Вместе с силиконовыми прокладочками. Далее идут вот такие заглушки. Смотрите, все заглушки с обработкой фрезерной. Видите, здесь токарной. То есть, это все уже такие полноценные именно заглушки, которые достаточно мощные, тяжеленькие такие. Вот здесь тоже самое. Видите, все сделано под силиконовую прокладочку. Для удобства, чтобы ничего не съезжало никак. Это вот у нас носики такие. Следующий носик. Ну все то же самое. Все качественно у нас сделано. И вот такой переходник под подключение воды. Так, следующее. Следующая коробка. Опа, здесь у нас уже идет, получается, SPN. SPN-ка, причем здесь 3,5, наверное, где-то миллиметра. Как видите, 2 килограмма SPN идет. То есть полностью можно метровую длину заполнить SPN. Так же идет медная насадка, 3 рулона. Медная насадка идет. Насадка хорошая, плотная, посмотрите, сделана в виде чулка. То есть такая вот, в виде, и достаточно плотного плетения. Все так. И последняя коробочка. Последняя коробка. Сейчас посмотрим, что в ней. А здесь у нас 2 холодильника. Холодильники с трубками, с 8 трубками по 10 миллиметров внутренний диаметр. Установлены крепления, цанговые зажимы для надежности. Потому что были случаи, что люди жаловали, что у кого-то что-то течет, что-то там не дотягивается, что-то там еще. Чтобы больше не было таких вопросов. Быстросъемы теперь цангового типа. То есть вот таким образом снимается, останавливается шланг и притягивается цангом. Очень удобно. Очень удобно и очень надежно. 2 вот таких холодильника. Приобретая Люкстайл 7, вам не нужно никуда бежать, что-то закупать, докупать. Вы покупаете именно полный набор, который сразу можно использовать в работе. Остается только его помыть. Посмотрите, есть все. Есть подвод воды, отвод воды, насадка какая угодно. То есть полный комплект. Берите и сразу делайте. Это очень удобно. Все, а сейчас направляюсь мыть наш аппарат. И приводить его в боевое состояние. Аппарат я помыл. И сейчас собрал для вас в одном из вариантов. Хочу показать все варианты сборки. Это в данном случае вариант сборки в виде подстила. То есть когда мы с вами перегоняем брагу с перц и рец. Два холодильника установлены друг за другом для того, чтобы максимально давать охлаждение и утилизировать тепловую энергию. Медленные картриджи установлены для того, чтобы абсорбировать на себе сернистые соединения, которые образуются в браге в момент брожения. Следующий вариант сборки используется для перегонки спирта-сорца и получения ароматных дистилляторов. В верхнюю часть у нас устанавливается холодильник, который возвращает флигму назад, которая уже у нас попадает на насадку, насадочную часть. И далее происходит тепломассообмен и очистка спирта-сорца и разделение на фракции. И третий вариант сборки. Это вариант сборки, при котором мы будем с вами получать ректификат. То есть у нас засыпана с вами насадка СПН. Далее установлен узел отбора, холодильник. И мы отбираем с вами уже практически чистый спирт. То есть аппарат Люкстайл 7 полностью перекрывает все потребности. То есть и получение ароматных дистиллятов, и получение спирта, и получение первой перегонки, то есть перегонку браги. То есть все что угодно можно делать на данном аппарате. Ну что, теперь приступаем к работе на данном аппарате. Для того, чтобы делать дробную перегонку, нам необходимо засыпать насадку в ЦАРУ. Для того, чтобы нам из РПН-ки из медной сделать такой пыжик, который будет удерживать СПН, ее необходимо сложить вдоль пополам. Вот таким вот образом. И потом уже скрутить в рулончик. Она именно рассчитана, что такой рулончик, который получится, он будет ровно для двудюймовой колонны плотненько садиться и удерживать нашу СПН-ку. Вот видите, вот такой получился рулончик, который как раз по диаметру подходит полностью под нашу двудюймовую ЦАРУ. Переворачиваем ЦАРУ, устанавливаем и заталкиваем до самого конца, до перегородки. Все, вот она установилась до перегородки, опустилась. И теперь спокойно насыпаем сюда насадку. Для того, чтобы насыпать насадку, нужно сделать либо воронку из пластиковой бутылки, ну, либо вот каким-то таким образом спокойно потихоньку насыпать. Для получения напитков максимальной чистоты, без аромата исходного продукта, без вкуса исходного продукта, засыпать необходимо ЦАРУ полностью, до самого верха. Если мы хотим вообще там получать ближе к спирту, то и тогда устанавливается и вторая ЦАРГа, ведь она тоже полностью забивается до самого верха. Если же мы хотим получать напитки с вкусом и ароматом исходного продукта, в таком случае насадку нужно засыпать на две трети от царги, от длины царги. Сегодня мы будем перегонять виноградный спирт-царец для получения такой виноградной водки с легким ароматом исходного продукта. Поэтому я сейчас отсыплю насадку, то есть сделаю где-то на две трети засыпь. Все, устанавливаем сюда узел отбора и начинаем перегон. Разведку боем мы проведем с вами на спирте-царце виноградном, который был получен в результате перегонки бочки, помните, которую я показывал в предыдущем видео, ссылочку на которую сейчас в правом верхнем углу, бочка у меня там еще стояла. Вот эта бочка отыграла и перегнали уже у нас спирт-царец, уже тесьму перегнала. Я вот сейчас буду перегонять, получается, делать дробную дистилляцию. Спирт-царец залит, как видите, 36% плотность у нас получается, но температура у нас получается 9 градусов сейчас. При пересчете получается, что крепость в кубе сейчас 40%. Итак, тогда у нас получается, что у меня 40 литров сейчас спирта-царца, в нем получается тогда абсолютного спирта 16 литров-128 мл, примерно голов необходимо отобрать 484 мл, подголовий литр-129 мл, тело 10 литров-483 мл, и предхвостей 15% это 2 литра с половиной, 2-400 мл. Это примерные все данные, то есть мы на них просто должны с вами равняться, но все равно нюхать и пытаться понять, где у нас уже закончились головы с подголовьями, где начинаются хвосты. Все, сейчас устанавливаю оборудование и запускаю. Мне вот очень нравится, что крышка Ulux L7 вот такая выпуклая, это позволяет наливать больше даже, чем непосредственно входит в сам куб, то есть у меня куб 37 литров, а реально я сейчас сюда залил 40 литров спирта-царца, то есть тут, наверное, вам видно, да, то есть из-за того, что здесь объем достаточно большой у крышки, спокойно я вот залил сюда 40 литров. Крышка по всей обмещает 5 литров, так что просто, чтобы вы знали, если вдруг что. Вот у меня так получилось, что спирта-царца именно 40 литров, и как бы вот оставлять на следующую перегонку, там эти там 3 или 2 литра, ну как-то глупо. Поэтому залил сразу все. Все, устанавливаем оборудование. Итак, оборудование все собрано, запускаем нагрев. Клавиша турбо, и все, и у нас сразу 3,5 кВт. Итак, уже у нас сарга прогрелась, видите, 74 температура, то есть я уменьшаю нагрев, вставляю где-то 1900-1800. Я даю сейчас поработать, вот посмотрите, в диоптре аж выпрыгивает у нас водичка, то есть идет сейчас такой захлеб, сейчас еще чуть-чуть надо уменьшить, до полутора тысяч я вот уменьшу, чтобы захлеба не было. вот видите, вот видите, в диоптре прям хорошо видно, сейчас вот видим, проскакивает этот захлеб, его прям можно наблюдать, очень удобно, то, что там стеклышко поставили, вот, я уменьшаю еще тогда, пониже, делаю 1100, все, захлеб ушел, все, теперь даем колонне поработать самой на себя, чтобы полностью все стабилизировалось, температура верхней части колонны должна у нас стабилизироваться, и не подниматься ни вверх, ни вниз, вот как только она у нас полностью стабилизируется, можно будет открывать отбор, сейчас у нас кран отбора, как видите, вот закрыт, вот, именно в таком положении у нас должна колонна работать сама на себя, то есть у нас должен быть возврат флега максимальный сейчас, насадка у нас заполнится жидкостью, и начнется тепломассообмен, что позволит нам разделить на фракции составляющие спирта сырца, и начать отбирать головную фракцию, вначале, потом тело, потом хвостовую, стабилизировалась сейчас температура в верхней части, все, начинаем запускать отбор голов, краник потихоньку открываем, где-то так на дна треть, от полного открытия, и у нас как раз начинается вот покапельный отбор, то есть у нас получается как раз где-то две капли в секунду, то есть то, что нам нужно, для отбора голов, все, сейчас отбираем, ну, как я и ранее говорил, голов, он необходимо отобрать, 484 миллилитра, ну, то есть пол-литра мы отбираем голов, как видите, очень легко настраивается отбор голов, то есть буквально на одну треть вот отхода крана повернули ручку, и все, и у вас ждет уже отбор голов покапельно, так как вам надо, не нужно крутить, никаких там заморочек, там, как ранее, там, на игольчатом кране делали, и так далее, то есть это все легко и удобно, еще хотел вот на что ваше внимание обратить, это вот цанговые зажимы, которые вот новые сейчас используют, люкстайл 7, оборудование, значит, без там быстросъемов, вот этих пластиковых, нормальные вот эти цанговые зажимы, которые неубиваемые, и вообще очень легко использовать, никогда не будет у вас течь каких-то других проблем, к ним подходят легко как силиконовый шланг, который идет в комплекте, так и вот обычные в продаже хозяйственные такие прозрачные, не знаю, из какого материала, наверное, или полиуретана, или полихлорвинил, значит, какие-то такие шланги, они легко подходят, вообще никаких проблем нет, и так, головы мы отобрали, уже 500 миллилитров, я где-то отобрал, чуть больше даже, чем положено было, 96% как видите, вот показываю, крепость 96% где-то, понятно, что это здесь эфиры, не головы, но вот 96% покажу, все, сейчас уже начался отбор подголовьев, очень стабильная, конечно, вот эта вот, сейчас вот так далека покажу, очень стабильно, все это работает, конечно, хочу сказать, что данная система, очень удобная, очень интересная, по сравнению, с обычным отбором, конечно, когда там, приходится регулировать, подстраиваться, здесь вообще, просто, вот один раз поставил, все, больше ничего не нужно делать, как на машине, с коробкой автомата, один раз нажал, поехал, так и тут, для начинающих, я считаю, что вот этот комплект, это вообще просто, бомба, находка, скажем так, во-первых, все, все сразу идет в комплекте, никаких проблем, и насадка, и все, 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 что нужно, и можно, все здесь есть, и плюс настройка, она такая, легкая, это, конечно, просто удивительно, ладно, все, сейчас пока отбираем, подголовье, мощность, так же все, 1300, ничего не меняю, все стабильно, температура, температура у нас, 74,8, 74,9, 74,9, вот, кубе, кубе, 87, пока на этом останавливаюсь, продолжим, после отбора, подголовь, у нас подходит, к концу сбора, подголовь, последние 250, миллилитров, я вот отобрал, как видите, крепость, 96%, при температуре, 24 градуса, то есть, это получается, 95,2, все, начинаем отбирать, тело, для этого, меняем, емкость, приемную, вот так, и, открываем кран, полностью, опа, все, кран открыли, температура 74,8, но у нас градусник данный с погрешностью, значит, она где-то на 2 градуса, примерно там, все, температура, в кубе 81, в верхней части 74,8,74,9, туда-сюда немножко играет, видимо, на самом рубеже, все, начинаем отбирать, отбор у нас пошел, вот такой вот струйкой, достаточно, бодрый, вот, я сейчас еще немножко, наверное, увеличу мощность, до полутора, полутора киловатта я поставил мощность, все, и сейчас будем отбирать, следить за температурой, если вдруг температура посильнее начнет подниматься, значит, нужно будет мощность обратно вернуть на 1300-1400, температура у нас особо никуда не поднялась, 75, 0, все, и зафиксировалась, таким образом, отбираем сейчас тело, отбор голов, под голову, и шел, примерно, со скоростью 250 миллилитров в час, то есть, вот я программу забивал, я пользуюсь программой, дробная перегонка, которая устанавливается на смартфон, и с Android платформы, данная программа, позволяет легко, и быстро, вести подсчет, и как бы вести дневник, сам, вот, запись сбора, дистиллят, я там отбираю 250 миллилитров, вношу крепость, температуру отбора, при следующем внесении данных, программа автоматически замеряет, через какое время я вношу, и тем самым делать подсчет, с какой скоростью идет дистиллят у нас, давайте сделаем сейчас замер, за сколько у нас наберется 100 миллилитров, раз, старт, старт, и то, причем я сразу agreements, без спир Mother боли, чтобы долго на это не смотреть остановимся на 50 миллилитров стоп этого у нас минута 46 50 миллилитров у нас набралось дальше нужно произвести расчеты чтобы понять за сколько у нас наберется за час путем нехитрых расчетов получается что у нас скорость отбора тела все то есть достаточно быстро мы отбираем все у нас хорошо продолжаем отбор отдача воды идет вот такой струйкой и она идет холодная по-хорошему ее нужно уменьшить что я сейчас наверное сделаю потому что вода прям холодная стекает если кому-то интересно с какой скоростью стекает вода могу посчитать в следующий раз пишите комментариях я для вас сделаю расчет мощность нагрева идет 1700 ватт в час окончил отбор дистилета это было настолько легко и просто что честно говоря даже толком нечего было вам показать для новичков это по моему самый лучший аппарат вот во мне даже было немножко скучно на него работать то есть это настолько легко и просто чуть-чуть все настроил один раз и все можно заниматься им динамики можно вообще не отбирать как обычно я делаю там по пол-литра и там стараясь смотреть там вдруг упадет температура там еще что-то такое здесь вот включил и все и пошелся заниматься всеми делами то есть можно сразу там дистилетровый баллон было закинуть шланг и спокойно заниматься делаю все это время очень удобно очень легко очень удобно очень легко очень такие у меня остались хорошие впечатления об агрегате для тех кто только начал заниматься это просто одна вообще сказка дистиллят получился ароматный на вкус не пробовал не знаю еще попробуем попозже если хотите можно будет сделать какое-то тоже сравнение чачи которую мы делали ранее и вот то что сейчас получилось на этом на сегодня все кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал нажимайте на колокольчик чтобы оставаться в курсе событий на моем канале до новых встреч